Дело было, когда мне было около восьми лет. Жил я в обычной пятиэтажке, был обычный двор на два дома, стрелки, разборки детские, все дела, все как у всех. Была у нас компания моего возраста, человек десять нас было, вместе везде ошивались, учились в первой школе. И жил в нашем доме один паренек, помладше нас, лет шесть ему было, наверное. Его все обижали. Не потому, что он был кривой какой-то или еще хуйня какая-то, нет, просто он был приемным ребенком. Хотя и был неплохим парнем. В футбольной секции занимался, помню, с самого детства. Жил он с приемной матерью, без отца. Мать его, к слову, была человеком странным, бухала иногда. Выглядела странновато. Куча всяких ожерельей, браслетов, колец. Ой, пойми, чего еще постоянно на ней было нацеплено. Ну так вот. Обижали этого паренька пацаны с соседнего двора. А наша компания, насмотревшись фильмов про Геракла и всяческих рыцарей, постоянно защищала забитого пацаненка. И ведь смех в том, что он нас действительно считал кем-то вроде рыцарей, ходил за нами хвостом, во всем старался нам подражать. Да и мы к нему как-то привязались. Жили мы с ним в соседних квартирах. Между нашими комнатами была стена, которая как раз-таки разграничивала эти квартиры. Звукоизоляция в старом доме Ясен-Пень была херовая. И перед сном была традиция. Три стука от него по стене, три от меня в ответ. Значит, все окей. Он ничего не боялся и засыпал. Так было почти каждую ночь. И так бы оно все и продолжалось, пока он не перестал выходить гулять. Но перед сном часов 10-11 вечера исправно продолжал подавать этот звуковой сигнал. Но я пацанам сказал, что так-так стучит. Наверное, болеет просто. Зайти нам было как-то страшновато. Побаивались мы его мать странная она все-таки. Да детьми мы были хули. Дело было летом. И вот постепенно начало чем-то страшно вонять под окнами его квартиры. А я хочу сказать, что оба мы на первом этаже жили. Воняло даже у меня в комнате. Вот однажды днем мы, как всегда, возвращались с победой в родной двор. После закидывания тухлыми яблоками старого бомжа. Видим картину. Стоит ментовская машина. Чего-то там типа скорой. И из подъезда на носилках выносят тела под простыней. Планище страшное. На следующий день мы услышали от бабок на лавочке, что мертвые. Это мои соседи. Мать с тем парнем. Мать нашли повесившиеся на дверной ручке. Сына ее нашли повешенным на люстре. Вешала, видимо, мать. Парень был весь в синяках и порезах. И знаете, что в этом странного? До самого последнего дня, пока их не нашли, я слышал стук в стену. Как это может быть, если они умерли задолго до этого, судя по воне и состоянию раздувшихся тел? Для меня загадка. Я не мог спать почти месяц. То и больше. Даже сейчас. В девятнадцать. Иногда накатывает страх. Хотя я не живу давно уже в той квартире. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ